Привет друзья! Я сегодня... Зачем у меня такой день? Какой-то странный. Так вот, я хотела пойти еще с самого утра поснимать, но не пошла, потому что всю ночь у меня творились какие-то траблы. Я вообще сплю на надувной кровати у сестры и вот она у меня начала взрываться ночью внезапно и короче это капец был. Причем первый взрыв был, когда я начала засыпать только и у меня потом так сколотило сердце. Ужас! И из-за этого я проспала в общем-то поздно, потому что уснула соответственно поздно и это был не один взрыв, а несколько. В общем, я так говорю, взрыв как будто, я не знаю, там что-то такое взорвалось, там да, как будто укры и сюда прям достали. Я сейчас в парке и хочу здесь где-нибудь сесть на лавочке укромное место найти, чтобы ответить на ваши вопросы, опять часто задаваемые, ну и так в общем поболтать с вами. Так, я нашла там пенек, пока никого нет вроде бы как. Хочу туда пройти, сяду на пенек и залаз в свой штатив, чтобы поставить камеру. Каким-то жареным, паленым воняет. Вот мой пенек. Да, мне кажется на него не стоит садиться. Да. Что же еще такое найти? Какая-то деревяшка. Я думаю, если кто-то меня увидит, что здесь по лесу бегаю, как идиот с камерой. А издалека это вообще кажется как будто я сама с собой разговариваю. Вы не вызвали врача. В общем, я здесь нашла какое-то бревно. Вот здесь я буду сидеть. Это верх сумки. Так. Я уселась и начнем. Вообще я хочу ответить на вопросы, на некоторые, на некоторые просто комментарии, которые просто прозвучали, просто были напечатаны под моими видео всяческими. Особенно всех интересуют мои влоги и бесят в основном всех мои влоги. И также сегодня я хочу немножко внести ясность. Я почему-то постоянно так говорю, но не внести ясность, а в общем несколько новостей таких озвучить. Что изменилось в моей жизни? Какой период я сейчас переживаю? Ну что-то такое, о чём вы не знаете. Так. Был ещё такой вопрос по поводу России. Был не вопрос, а был комментарий. Не помню, как он точно звучал, но там было что-то о том, что я лежу зад россиянам, якобы говорю, что они здесь хорошие. Я сказала, что Путин молодец. И тем самым я пытаюсь подлезать кому-то, что-то. Я думаю, все в курсе, что. Знаете, я хочу сказать вам одно. Мне жаль таких людей, которые так думают. Мы все вольны выражать своё личное мнение. Мы все вольны думать так, как мы думаем. Пусть даже это неправильно. Ваше правильно не значит моё правильно. И моё правильно не значит ваше правильно. Поэтому давайте у каждого будет своё мнение. И давайте каждый будет его высказывать так, как он хочет. Например, Шарий, он всячески высмеивает, да, украинское правительство. И он прав. И его по большей части из-за этого и ненавидят. Ну, именно укры. Все в России и в других странах его понимают. Весь Донбасс его понимает, потому что у нас то же самое мнение. Ну, не суть. Сейчас не об этом. Просто если я сказала что-то хорошее про какую-то страну, это не брать, в частности, какие-то определённые названия, какие-то определённые нации. Это не значит, что я кому-то лежу за... Я за это ничего не получила, я вам так скажу. И вы вообще не знаете, какая у меня жизнь, и что я пережила, что меня ждёт, вообще как я сейчас живу. Вы ничего не знаете. Поэтому прежде чем писать, я уже не первый раз об этом говорила, задумайтесь. И мне многие говорят, не нервничать. И есть такие комментарии везде. Да я не нервничаю, я просто хочу научить людей быть людьми. Потому что если я этого не сделаю, то кто это сделает? Я начинаю с себя. Я хочу нести добро. Поэтому был ещё момент, мне писал недавно один молодой человек, причём, знаете, это очень смешно. Он мне после какого-то видео, после моего очередного, по-моему, вопрос, нет, не вопрос-ответ, в общем, ещё про Россию там я что-то снимала. И он мне написал, мы что-то так разговаривали с ним, и это не было никакой подоплёки изначально, что он там что-то, я не знаю, хочет от меня, да. В общем, никаких интимных услуг он не предлагал, и ничего такого. В общем, разговаривали, как обычные два нормальных человека. Потом начались такие моменты, там у тебя и губки там такие, и всё такое. В общем, я как-то стала немножко так... Насторожило, в общем, меня это. И я стала вообще как-то не очень с ним общаться. Он всё писал и писал, он хотел общаться в скайпе, он хотел... Его якобы не было в соцсетях, но он хотел со мной общаться. В общем, это я должна была как-то, я так понимаю, найти с ним контакт, он номер телефона просил. В общем, такая бредятина, сплошь и рядом, но я всех пресекаю просто, потому что они сразу так пишут, да. А этот молодой человек, он как молодой, ему довольно-таки немало лет, он взрослый, 45 ему, по-моему, или что-то в этом вроде. И я даже не ожидала просто, что у такого взрослого человека могут быть не на месте мозги. Во-вторых, он не сразу мне написал, да, пошли там в койку и всё такое. Нет, он мне изначально писал, что он поддерживает моё мнение. Мы даже не всегда были согласны там с друг другом, да. Но у каждого опять своё мнение, мы на этом сошлись и как-то вот общались. Но потом просто что-то, я не знаю, ударило в голову, либо, я не знаю, насрал кто-то туда. Да, я опять сказала это слово. И потом он как-то, так знаете, что-то там вспылил и написал мне, да ну ладно, типа, не хочешь общаться, так и скажи там, и всё такое. Хотя я ничего плохого не написала, просто был такой от меня сарказм, там что-то про мужчин и всё такое. Хотя мы и до этого так шутили, там вот мужчины там такие-то, он там про женщин что-то шутил, там ну саркастические такие вот высказывания. И как бы это было нормально. А тут он вспылил что-то. Он мне не парень был, никто, да, там друг, с которым я там 10 лет дружу. Нет, просто обычный человек. Я ему написала просто, что вы, наверное, не так поняли, да, там что-то. А он всё равно, вот, типа, там, то да сё. В общем, короче, не суть. Этот человек теперь под каждым моим видео пишет мне гадости. Вот недавно он мне написал, хотя, может быть, отчасти он и прав, я больше не буду выкладывать там какие-то алкогольные напитки, которые мы покупаем, не буду выкладывать, что мы пьём, что мы едим. Теперь я не буду ничего такого снимать, потому что мне надоело. Я что-то где-то выкладываю, и все там что-то критикуют, всем что-то не нравится, у всех пукан рвёт. Я такая, какая есть. Пусть я буду курить, пить, ещё чем-то заниматься, буду там, я не знаю, девочкой лёгкого поведения. Зато я должна быть хорошим человеком. Я не должна срать на кого-то, я должна помогать людям. Вы как-то, знаете, вы просто не с того начинаете. Нужно смотреть на людей не в общем, а то, что они делают, то, какие они изнутри. И это говорилось издавна об этом, что встречают по одёжке, а провожают по уму. Так давайте делать наоборот. Давайте к людям присматриваться не в их какие-то материальные блага, а присматриваться к людям, именно не в душу лезть, а просто присматриваться, что у кого случилось. Я, допустим, знаете, после того, как со мной случилось это всё, я стала расценивать людей по-другому. Раньше делала ошибочные выводы, скоропостижные. Я раньше могла так же, как я говорила про украинцев, что они у нас такие вспыльчивые. У меня такой же характер, потому что я там жила, и мы так были воспитаны. Даже не воспитаны, нет, я не то говорю. У нас вот менталитет такой, да, мы вот такие вот вспыльчивая нация, и да, все нам обязаны, и всё такое. Но мы так выросли, мы так жили, и чтобы это всё поменять, на это нужно время. И говорить мне о том, что я такая же скотина, как и все, ну, знаете, это то же самое, что я вам могу сказать, так вы такой же, вы даже хуже в сто раз. Судить по одному человеку, всю нацию, как бы мне кажется, это вообще дебилизм. В общем, да, я наговорила кучу всего, и я вела к тому, что начните с себя. Я начинаю с себя, и я хочу приобщить вас всех, мои дорогие друзья, чтобы мы становились лучше. Мы же неплохие люди. Все, все на этой планете, мы же неплохие люди. Просто даже если у вас одна корочка хлеба, давайте, даже если вы поделиться не можете ею с кем-то, давайте просто не обсирать других, если у них две корочки хлеба. Давайте. Начните с себя. Да, еще такая новость, почему я переехала, в принципе, в Ступино из Воронежа, потому что у меня здесь сестра, я уже говорила, я ей должна помочь, не то, что должна, я ей помогаю, она мне помогает. Так как они с мужем ищут жилье новое, им нужно в разъездах быть, искать, смотреть, что-то выбирать, а не на кого оставить детей. И я, в общем, сестре в этом помогаю. Причем, я своих племянников люблю, они, конечно, еще те жопы, но я их люблю. Еще, кстати, момент такой, мне один человек написал по поводу моего отношения к работе, что я якобы не хочу работать, я ни к чему не стремлюсь, и якобы повезло, типа, моему молодому человеку со мной, такой, которая работать не хочет. Да, я к работе отношусь нормально, и я уже сказала, что я сейчас не могу работать. Я бы хотела работать, но я не хочу гнаться за двумя зайцами лишь только потому, чтобы кому-то что-то доказать, где-то что-то успеть, заработать больше денег, заработать все деньги мира. Я не хочу, как в той пословице, гнаться за двумя зайцами и не остаться ни с чем в итоге. Я делаю все по мере возможности, делаю какие-то дела, решаю проблемы по мере их поступления. Я знаю, что так делать многим не нравится, и я раньше сама это ненавидела в других людях, но вот как-то так сложилось исторически, что меня это тоже настигло. Но я вела не к этому, вела к тому, что по большей части я приехала из-за этого к сестре, но самой главной, наверное, новостью и самой главной причиной, почему я сюда переехала, это был мой разрыв с молодым человеком. Та-да! Кто-то сейчас отреагирует. Ааа, круто! Я же говорила, наброшенка! Она никому нафиг не нужна такая! Но нет, не из-за этого, не из-за меня, не из-за него, не из-за кого еще либо, как многие сейчас там накрутят что-то себе. Просто жизнь это жизнь. Знаете, у меня все родственники были и родители, его родители были в шоке от того, почему так все произошло. Зачем? Восемь лет! Вы что, Полина? Думайтесь! Но я отвечаю всем так и отвечу также вам, мои дорогие друзья, что в этом ничего плохого нет. Ну, и хорошего, конечно, тоже. Но дело в том, что это жизнь и некоторые даже 20 лет живут, уже куча детей, внуки даже у некоторых есть, да, и расходятся. Здесь ничего не сделаешь, просто вот жизнь, мы люди, мы меняемся. кто-то падает вниз до плинтуса, кто-то совершенствуется, и они не могут с друг другом никак соприкасаться, они уже не находят друг друге то, что находили раньше. Да, это не значит, что у нас то же самое было, нет, я вам не буду всю историю рассказывать, потому что это не ваше дело, и грузить я тоже не хочу, плакаться, сидеть здесь, я уже выплакала, выстрадала, все, что можно было, поэтому что уж тут сделаешь, опять же, повторюсь, жизнь — это жизнь. Как бы то ни было, я собираюсь продолжать дальше жить, и я думаю, вы видите, что я живу, и хотелось бы какой-то поддержки от вас, потому что на данный момент моя, да, как это можно назвать, отрада, моя какая-то душа сейчас на данный момент это YouTube, потому что я, как вы видите, стала раньше выкладывать ролики, и это уже давно, значит, соответственно, делайте выводы, мы уже давно с парнем расстались, просто я вот решила сейчас рассказать об этом, потому что, наверное, пришло время, и это не самая главная новость, такая, чтобы, я не знаю, шуметь на весь YouTube, конечно же, нет, есть люди, с которыми я общаюсь, и я не хочу там кому-то писать в каких-то сообщениях, я знаю, что эти люди меня посмотрят и увидят, и всё поймут из видео, мне, допустим, так намного проще, чем писать какие-то сообщения, огромные письма, там, и всё такое, да, кстати, этапы моей жизни, на данный момент я не знаю, какой у меня этап жизни, хороший или плохой, я пока ещё не определилась, где-то что-то, какая-то золотая середина, наверное, которой я всегда хотела, но не могу ещё понять, нравится она мне или не нравится, блин, я здесь сижу на этой сумке, и у меня уже жопа мёрзнет, так, ну и отвечу на вопросы часто задаваемые, это где делся парень, где и был, парень остался в Воронеже, я в Ступино, и мы сейчас не общаемся на данный момент, ну, буквально недавно там переписывались, что-то по поводу документов, всё, отношения мы не выясняли, мы ничего вообще, никакие темы такие не затрагиваем, и всё, он у меня не спрашивает, как дела, и я особо не интересуюсь, хотя хочется, все мы знаем, да, что девушки не такие, как парни, может быть, ему тоже хочется, но, ну, как и все мужчины, он этого никогда не показывал, и даже сейчас не показывает, я тоже пытаюсь этого не делать, не из чувства гордости и чего-то ещё, а просто потому, что нет ответа, в плане того, что я ещё, когда там, в Воронеже была, я пыталась идти на контакт, просто хотя бы дружить, он не захотел, поэтому, как бы, чего уж тут, его право я не буду нарушать, следующий вопрос, тебя бросил парень, да, всех почему-то это так интересует, это тема века какая-то, я не знаю, причём эти вопросы я писала очень давно, ещё, не знаю, наверное, даже под видео про Россию там что-то писали, в общем, да, по-моему, насущная тема, и всех она прям будоражит, да, у меня нет парня теперь, я свободная птица и не в активном поиске, если вы собирались мне сейчас настрочить какую-нибудь фигню, да, очень часто задавали мне такие вопросы, как, почему ты ешь неполезную еду, может, хватит покупать неполезную еду, это опять же, вот из тех роликов, где я еду выкладывала, я просто, во-первых, снимала это и просто выкладывала, что мы покупаем вообще, что мы предпочитаем, да, из видео в видео понятно, что есть некоторые вещи, которые повторяются, ну, некоторые продукты, некоторые цены вам называла, просто есть люди, которым интересно это, мне даже иногда интересно посмотреть, что там другие девчонки покупают, какие фирмы, там, вот даже парень мне один рекомендовал там какой-то майонез, забыла название, но комментарии я помню, под каким видео, поэтому в любой момент могу найти, чтобы купить этот майонез, попробовать, ну, так как я сейчас опять перехожу на нормальное питание, это как ПП, да и вообще просто на нормальное питание, поэтому я решила, что майонез навряд ли я этот куплю и когда-нибудь попробую. По поводу тоже дорогая еда, мне писали, дорогая, здесь, во-первых, Ступино, цены приближены к московским, не все, конечно, здесь так стоит, но они приближены к московским и поэтому здесь дороже, чем в других каких-то городах, допустим, в Воронеже у нас были такие киоски, как грядка, я думаю, многие в курсе, что это такое, это обычные киоски, в которых продавали продукты, именно овощи, фрукты и сушку какую-нибудь там, консервы, там все дешево и в Воронеже я очень любила эти грядки, здесь такого нет, здесь нельзя пойти купить дешевле, потому что здесь сплошь и рядом супермаркет, ну есть дикс еще какой-то, но мы в него не заходили, знаю, что там дешевые продукты, но он находится, можно сказать, за городом и мы там редко бываем, сколько мне лет, я, кстати, снимала кусочек такой паспорта, но потом решила его не выкладывать, потому что там и номер, и серия, и фамилия, имя, отчество, и все такое, и откуда, и где, и регистрация моя, я решила, что просто смысл мне врать, вот скажите, смысл, если я выгляжу лучше, чем вы, это не значит, что мне не 30 на самом деле, вы бы лучше переживали за тех, и жопу брвали, которые выглядят в свои 20, как я не выгляжу в 30, да, еще по поводу, когда у меня во влоге появилась сестра сигареты, я, кстати, не видела этот момент, что она подкурила и шла, я бы ей, может быть, сказала, убери, потому что я знаю, что некоторые негативно на это реагируют, но, во-первых, я так включила камеру, я вся такая на эмоциях была, что мы там ржали, шли, и я даже не заметила, я заметила это только тогда, когда монтировала видео, и решила, ну, я думаю, ничего такого не случится, если там один раз она попалась, там, с сигаретой, но нет, не тут-то было, как же так, надо насрать под видео, надо обязательно написать какую-то фигню, честно, я, опять же скажу, я не реагирую никак на это, я нормально к этому отношусь, ну, именно к курению, я не люблю, когда воняют рядом стоят, хотя раньше сама курила, и долго курила, с 8 класса, и бросила буквально перед отъездом в Россию, в феврале я бросила, и в августе мы уехали, так вот, вот такая еще новость про меня, и я к этому нормально отношусь, это дело человека, ну, личное дело каждого человека, и хотят они, пусть, я ее много раз уговариваю о том, чтобы она бросила, и не то, что уговариваю, просто аргументов много ей привожу, я пытаюсь ее склонить заниматься спортом, хотя она такая всегда подтянутая у меня, хотя ничем не занимается, в общем, я хочу тоже, чтобы она бросила, но человеку нравится это делать, это дело, она привыкла уже, и, честно вам скажу, из своего опыта, очень тяжело бросить, когда ты долгое время этим занимаешься, и вообще, она взрослый человек, сложившийся человек, и как личность, диктовать ей, что ей делать, даже я не могу, опять же, я ей советую, как сестра, я переживаю, и все такое, но не указывать, и говорить там, фу-фу-фу, курящая девушка, и все такое, оно вам не нравится, и говорить о том, что я не завидую ее мужу, который целует пепельницу, это тоже как-то, я не завидую вашей девушке, или жене, которая целует вас, у вас воняет изо рта, я же так не говорю, она достаточно ухаживает за собой, чтобы от нее не воняло, я понимаю, что что ты там не делай, все равно будет запах, но ее муж, значит, очень сильно ее любит, вы не задумывались об этом, что когда мы любим, мы готовы мириться даже с любыми недостатками того человека, по поводу того, что зачем так много есть сладкого, да, я с вами согласна, потому что я потолстела в последнее время, и кстати, да, был еще вот комментарий от этого мужчины, с которым я вот общалась, и который обозлился на меня, сейчас мне там всячески даже угрожал недавно, он мне написал, что я пополнела, вернее, я толстая стала, вот, и да, я заметила, что я поправилась, и это опять же и на нервах, и я перестала просто себе в чем-то отказывать, у многих бывает такой период, даже у мужчин, поэтому ничего в этом плохого не вижу, все вернется на круги своя, я уже начинаю постепенно входить в тот ритм, в котором я жила раньше, ну, именно в плане спорта, еды, и всего такого, потому что до этого я купила коврики гири, но они как лежали в уголке там дома, так и лежат, поэтому я буду сейчас их доставать, и всячески пытаться заставлять себя заниматься. Так, еще пару вопросов, пару вопросов, потому что садится камера, и я боюсь, что я не успею их все озвучить, так, 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 есть еще такой был вопрос, типа выпендрежница, я там вот во всех видео, у которых показываю, там какие-то покупки, особенно во влогах, там где-то о чем-то говорю, мне написали, что я выпендрежница, так весь ютуб тогда выпендривается, задумайтесь об этом, даже вы, когда новый планшет покупаете, телефон, и все такое, вы такой же выпендрежник, или выпендрежница. Так, 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 не в лучшую сторону меняется автор, это было у меня под видео написано у бабы Гарри Поттера, вот эти, бинг базл, или как там, бинг базл, там где я с племянником снимала, мы просто решили сделать такой челлендж, причем он такой сыроватый был, потому что неловко было моему племяннику, вот, он первый раз, можно сказать, снимался, именно так, ну вот, показное видео, да, постановочное, вот, вот так вот, и ему было неловко, и вы видели, что он большую часть, вот, вот так вот снимался, но, и мой респект за это, ему понравилось то, как я смонтировала более-менее, и он ржал, сидел все это время, пока смотрел, этот же, этот же комментарий написал, опять же, тот мужчина, который, вот, внезапно так спылил, и обозвал, что я плохая, так, еще пару вопросов, это ты, ты, кажется, потолстела, вот, опять этот вопрос, и этот же человек мне написал, и он же мне написал недавно, что неинтересные видео, много рекламы алкоголя, я все, на все вопросы ответила, надеюсь, будут, может быть, еще какие-нибудь вопросы, на разные темы задавать, я с удовольствием отвечу, я надеюсь, вам обстановка понравилась, и надеюсь, меня было слышно хорошо, и ссори за то, что я в очках, потому что солнце светит прямо в глаза, я думаю, вы видите, я вам покажу свои красивые глазки, на самом деле, мне очень интересно читать всякие такие комментарии, даже обидные, я иногда сижу просто и такая, вы серьезно? Пишите любые свои комментарии, я все прочитаю, и может быть, ваши комментарии попадут в следующее видео, общение, это залог успеха с аудиторией, залог успеха в общении, я, кстати, заметила такую тенденцию, что во влогах у меня проскакивает вот этот вот мой акцент, именно Донбасса, по-колхозному это выглядит, и многим это не нравится, даже об этом не писали, да, но я не обращаю внимания, но хочу просто не разговаривать, так как все с вот этим вот таким разговором, с этим акцентом, а хочу нормально просто разговаривать, не говорить, шо, где, когда, а именно нормально это все выговаривать, но вот когда я сажусь вот так вот с вами общаться, я не то, что я специально это делаю, у меня как щелчок какой-то, я нормально разговариваю, когда во влоге и с семьей, У нас это привычно, поэтому я как-то забываю об этом. И получается, что говорю так, как мне обычно привычно. Просто говорите мне хотя бы иногда, что есть улучшения, нет никаких улучшений. Я буду рада только какому-то мнению. Очки сняла только в конце. Реально только сейчас солнце зашло, поэтому sorry, если вас бесило всё время именно моё лицо с очками. Я надеюсь, самое важное это то, о чём я говорила и что я обсуждала, а не то, что на моём лице было. Я с вами прощаюсь, потому что я даже не знаю, эти кусочки записываются или нет, потому что камера у меня уже, заряд красненьким горит, а время записи идёт. Я надеюсь, вы не против таких видео. И увидимся с вами скоро-скоро. Всех целую, обнимаю. И пока-пока. Собака. Боюсь бродячих собак. Мне их жалко, но я их боюсь очень, что они укусить могут. Время идёт, а заряд у меня уже вообще по нулям. У меня уже всё замёрзло, руки замёрзли. Всё замёрзло, я хочу домой.